Мы находимся в Центре гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре. Здесь проверяют качество школьной формы. Сегодня следуем сарафан, а также рубашку и брюки. Основная проверка на гигроскопичность, способность ткани впитывать влагу. Гигроскопичность – это важнейший показатель для ребёнка. Если водяные пары не будут уходить сквозь одежду, он будет как в бане находиться. То есть он будет проставать регулярно, а вот он будет чувствовать дискомфорт. От каждого образца отрезаем кусочки ткани и измельчаем их. Кладём в прибор под названием эксикатор. В течение четырёх часов ткань насыщается парами воды. После этого с помощью влагомера фиксируем показатели. Школьный сарафан оказался двоечником. Исследованный образец сарафан, в составе которого 70% составляет полиэстер и 30% вискоза, не проходит по показателям гигроскопичности и плохо впитывает влагу, что повышает риск возникновения простудного болевода. Эксперты предупреждают, для комфорта ребёнка в составе школьной формы должно быть как минимум 45% натуральных материалов – хлопка, льна или шерсти. Остальное синтетика без неё никуда, иначе раз в полгода форму нужно будет менять. Ткань сохраняет свои свойства, как натуральная ткань, но вместе с тем она хорошо по таким показателям, как и стираемость, так сказать, и износостойкость она долго служит, потому что полиэстер он 17 раз, например, крепче шерстяного волатна. Но вернёмся к нашей экспертизе на гигроскопичность. Рубашка, в составе которой 47% хлопка, влагу впитывает хорошо. Она испытания выдержала успешно, а вот брюки, несмотря на высокое содержание хлопка, 63%, проверку провалили. Эксперты считают, что тут мы и столкнулись с фальсификацией состава. По результатам исследований Национального союза производителей школьной формы чаще всего искажают информацию о фактическом составе продукции поставщики импортной школьной формы. В первую очередь таких стран, как Китай, Вьетнам, Польша и других. Имейте это в виду и напоследок совет. Ещё в магазине проверьте материал на стойкость окрашивания. Для этого потрите его сухой белой салфеткой. Если окрашивание производилось по всем правилам, салфетка останется чистой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова